Футбольный клуб Муром с четвертого раза преодолел первый раунд Кубка России по футболу. Созданный в 2014 году по инициативе главы округа Евгения Рычкова, ФК Муром трижды вступал в битву за футбольный трофей страны. И все три раза проигрывал на начальной стадии. В 2016 и 2017 годах футбольному клубу «Знамя труда». Затем в 2018 клубу из Рязани. В минувшее воскресенье муромляне в одной из 128 финала Кубка встречались с Владимирским «Торпедо». Матч с «Торпедо» также был не из легких. Плотная игра с обилием единоборств была богата на нарушения и желтые карточки. А вот опасных моментов было не так много. На последнем рубеже у муромлян надежно сыграл Сергей Бородин. А в начале второго тайма одну из атак гостей точным ударом завершил Артем Ежов. До конца матча счет не изменился. Впервые в истории муромского футбола наша команда вышла во второй круг турнира. Глава Мурома Евгений Рычков так прокомментировал исход матча. «Я поздравляю команду, тренерский штаб и всех болельщиков с этим знаковым событием. Как бы ни сложилась борьба за Кубок России, в летопись муромского футбола вписана новая страничка. Взята высота, которая, безусловно, станет новым ориентиром для наших юных игроков, занимающихся в футбольных секциях». Победа вывела муромлян в одну 64-ю финала Кубка России, где они на своем поле встретятся с очень серьезным соперником – московским клубом «Арарат». «Мы идем более поступательно, так еще тщательно мы к «Арарату» не готовились, но по результатам чемпионата, которым они участвуют, они одну игру выиграли с крупным счетом, другую проиграли 3-2, то есть, видимо, открытый такой футбол играет. Но более детально мы, конечно, будем смотреть после колонны. «Эта команда, наверное, уже знает, что она была, потом она расформировалась, сейчас ее опять как бы создали с целью, я не знаю, это, наверное, надо у руководителей спрашивать, какая цель этой команды, да, что там наш Артем Новичков играет, вот мы сейчас смотрели, да, поэтому информации, я говорю, более детальной будет больше после колонны, чтобы прям вот, ну, именно конкретик какая-то. Для нашей команды нет непроходных команд во втором дивизионе, на самом деле. Все будет зависеть от нашей игры». Матч с «Араратом», который после двух туров имеет три очка и идет на девятом месте в зоне центра, пройдет уже в понедельник, 5 августа, на поле «Муромлян». Начало игры в 19 часов. А до этого, в рамках третьего тура первенства ПФЛ, 1 августа «Муром» принимает колонну. Начало игры также в 19 часов. Юрий Ильичук, Александр Симонов, новости «Муром». 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 Юрий Ильичук, Александр Симонов.